Готовить работы студенты колледжа имени Костеева начали сразу, как только узнали о конкурсе. А спорить звание самого талантливого автора пожелали больше сотни ребят. Их рисунки были выставлены в фойе учебного заведения. Одна взятка, два виновных. Не будь марионеткой в руках коррупции. Словом, именно так выглядят художественные произведения, отражающие коррупцию глазами шимкенской молодежи. Для своей работы я выбрала лозунг «Очистим пространство для будущего». То есть мы должны избавиться от всего, что может помешать развиваться нашему будущему поколению и коррупции в числе препятствий. На плакате изображены силуэты людей, берущих взятки. Выбрала силуэты, так как эти личности лишь черные пятна в нашем мире. Из более ста работ члены жюри из числа маститых художников и сотрудников Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции отобрали девять самых лучших. Эти работы будут представлены на московской выставке, где и будут подведены итоги конкурса и объявлены победители. Итоги конкурса огласят 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. В конкурсе участвуют не только студенты колледжа имени Костеева, но и просто жители города. Сегодняшнее мероприятие организовано потому, что здесь представлены работы более профессиональных художников. В целом, цель конкурса – донести до людей о вреде коррупции. Конкурс открытый, а это значит, что в творческом состязании могут участвовать все желающие возрасте от 14 до 35 лет. Сотрудники антикоррупционного ведомства тоже не остаются в стороне и собираются отправить на конкурс социальный ролик.